Более 100 тысяч человек в Хабаровском крае должны принять участие в голосовании за общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Только в этом случае наш регион получит средства из федерального бюджета. До финала голосования осталось полмесяца. Какие шансы у Хабаровского края реализовать проекты по благоустройству, выясняла Марина Нестерович. Голосование за благоустройство общественных территорий идет месяц. В каждом городе и поселке региона уже определились проекты-лидеры. В краевом центре больше всего голосов жителей отдали за сквер на площади Серышева. Если он останется на первых строчках рейтинга, более 5000 квадратных метров отремонтируют. Появятся беседки, лавочки, качели, урны, также высадят липы и кустарники по периметру площади. Она будет благоустроена, здесь будут люди, дети отдыхать. А так, проходной двор и, простите за грубость, двоцная помойка. Были времена, когда приходили сюда иностранцы. На шпильках женщины были, не могли пройти даже цветы, положить. Уже дважды в голосовании участвует Амурский бульвар. В прошлом году, несмотря на третье место, его не благоустроили. Победитель площадь Блюхера решил отремонтировать инвестор. А федеральные средства пошли на реализацию сложного проекта, занявшего второе место. Сквер у детско-юношеской спортивной школы «Самбо-90». Осталась небольшая сумма, которой не хватило бы на благоустройство Амурского бульвара. До окончания голосования еще есть две недели. Поэтому в этом году бульвар еще может вырваться в лидеры. Чтобы побольше было лавочек, цветов, асфальт, чтобы ровный был. Чтобы можно было ездить на наших самокатах, которые здесь стоят. Обязательно пешеходные дорожки, обязательно дорожки велосипедные. И клумбы обязательно посадить. И клумбы, да, многолетки посадить. И чтобы была эстетика, красиво было. По итогам голосования в регионе отберут 81 общественную территорию, которую отремонтируют в 2023 году. Но при одном условии жители должны проявить активность. В Хабаровском крае пока набралось только 26 тысяч голосов. Необходимо в четыре раза больше. Мы хотим отметить, что обычно активность самого процесса голосования к концу. Поэтому мы ждем всех тех неравнодушных, кто готов, кто неравнодушен и отдаст с удовольствием свой голос за общественную территорию. Голосование завершится 30 мая. Принять в нем участие можно на официальном сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Марина Нестерович, Андрей Цой, Телеканал «Губерния».